Виноград посадила, который, синий виноград и такой, знаете, ну вот как кишмыш, да, такие жёлтенькие. Вот эти цветы будут свисти, как крупная лилия, такой синий-фиолетового цвета. Ну, она мне так нравится, называется платикадон. Вот. Вот это голубика. И это ещё далеко не весь перечень богатой коллекции зелёных насаждений Анны Дмитриевны Венцель, жительницы дома, расположенного по улице Коммунистической. Идея благородить свой двор пришла женщине 17 лет назад. Признаётся, хотелось радовать не только глаз, но и душу. Вскоре к масштабному усовершенствованию дворовой территории подключились неравнодушные соседи. Уже у нас весь двор заполыхал в розах. Это уже просто буйство роз. Вы посмотрите, какая красота. И мне настолько хотелось бы, что вот чего хочется. Люди бегут отсюда с Гоголя, отовсюду и говорят, да что у вас делается в этом дворе. А я всегда им говорю, ну а неужели вы не можете возле своего дома сделать какой-то газон или какую-то клумбу. Посадите, поухаживайте, чтобы у нас Брест, тем более сейчас тысячелетие Бреста, чтобы он вообще цвёл везде, во всех дворах. Розы и гортензии, лилии и дейцы и цветов много не бывает. Хором отвечают заинтересованные соседи. Сегодня лицезреть неописуемую красоту не получилось бы, если бы не проделанная работа жителей нескольких подъездов. Они уверены, совместные добрые дела благораживают не только человека, но и проблемные территории жилых домов. Приходят люди, смотрят постоянно, спрашивают, как вы делаете, как себе что-то сделать. Интересуются постоянно люди, приходят, фотографируются, молодые приходят, свадебные приходят, фотографируются. Я жила, потому что надо влаживать, я скажу вам честно, душу и руки приложить. Они же как живые, их надо постоянно на зиму утеплять, постоянно смотреть, подрезать, удобрения давать и для этих цветов, чтобы они, потому что завянутся эти самые листочки, то опрыскивать надо от вредителей обязательно, и очень часто. Одну здесь ясноточную историческую дату тысячелетия областного центра горожане встретят в красочном и обновленном чистом и уютном городе, который будет оценен по достоинству не только брещанами, но и гостями. Видели этот красивый дом, вернее, то, что сделали люди своими руками, не удержались и решили все-таки чуть-чуть запечатлеть на наши фотоаппараты. Этим же никто особо не хочет заниматься. Все заняты своими какими-то непонятными делами, вечно плакаться на жизнь, что у нас все плохо, а на деле-то просто взять и красоту такую навести, выйду на пенсию, обязательно займусь. Пример жителей дома номер 17 по улице Коммунистической, к счастью, не единственный, но весьма показательный. Люди объединились в одном порыве – сделать свой двор привлекательным, уютным и очень красивым. И у них это получилось все в ваших руках.